Мы сейчас все ждут во всем мире, что будет контрнаступление или правильное наступление украинской армии. Нам поставляют много западной техники и танки, и говорят уже про авиацию. А что со стороны России? Насколько они готовы отразить атаку украинцам? Или мы все-таки более сейчас подготовлены? На сегодняшний день российские оккупационные войска имеют целый ряд проблем, связанных с обеспечением своих подразделений штатным количеством техники. Тяжело бронированное, средне-легко бронированное, обеспечение необходимым количеством боекомплекта, пропорциональным распределением боекомплекта между подразделениями и так далее. Эти проблемы, они для России как снежный ком наваливаются, увеличиваются. И я бы даже сказал, с каждым днем качество этого снежного кома даже уменьшается, качество этого снега. Ну, потому что, если ранее мы говорили о том, что Россия пытается снимать с консервацией танки Т-72, Т-83-90, то через какое-то время мы наблюдали за тем, как Россия стала снимать танки Т-62, которые не выпускаются с 1975 года. Через некоторое время, а именно вот уже начало 2023-го, мы уже видим, как они отправляют эшелоны с Т-54 и Т-55 для технического обслуживания после хранения и, соответственно, модернизации. Т-34 ждать? Не знаю, все может быть, все может быть. Ну, а пока отталкиваемся от того, что есть. Т-54-55. Но это уже деградация во всей своей красе. В свою очередь, Украина получает совсем другой тип вооружений. Это уже не те вооружения, которые даже мы получали в 2022 году, когда нам передавали с баз хранения технику, даже если из западного образца, но которая на тот момент уже не была в пользовании. Например, М-113 БМП и другие типы среднелегкобронированной техники и так далее. Сейчас мы получаем ту технику, которая находится на вооружении западных армий, в строю, не на консервации, не на хранении, а именно в строю М-2 Брэдли. Страйкер. Если говорим про танки, то это Леопард-2, это Челленджер-2, это танки Абрамс. То, чем пользуются армии стран НАТО, теперь пользуемся мы. То есть это технический, технологический шаг вперед. По сравнению с Россией, у которой сейчас наблюдается технический и технологический прыжок назад. Да и даже два прыжка сразу на месте. Фактически, сравнивая вот эти возможности, мы можем говорить о том, что у России есть определенное по ряду позиций количественное превосходство. Но в качественном она все больше и больше отстает от Украины. Кстати, как вы думаете, будет ли украинская сторона сдать Абрамсы, пока они прибудут, и пока наши украинские военные научатся на них ездят, или все-таки начнется все пока без них? Потому что это все время. Я думаю, что не факт, что вообще, когда начнется контрнаступление, в его рамках будут применены западного образца танки. Может быть, даже это не исключено, что там могут и не принимать участие Леопарды и Челленджеры. А не для следующего контрнаступления. Для другого. А ведь на этом контрнаступлении, которое все анонсировали, все ждут, а не закончится война, нам еще много освобождать наших территорий. И мы не сможем только за один рывок выйти к границам 1991 года. Поэтому нам нужно просто морально готовиться к тому, что это не первая, скажем так, медийная битва за контрнаступление, которую мы пока держим оборону. И без абрамсов вполне можем обойтись. Но опять-таки, это мое предположение, это может быть. Но даже если будут применяться западного образца танки, то нам и абрамсы как-то не особо и нужны. У нас на сегодняшний день уже набирается практически полностью, можно сказать, что два батальона «Леопард-2» мы можем сформировать, рота на стероидах «Челленджер-2». И все зависит от того, когда непосредственно начнется контрнаступление. К тому моменту может даже и третий батальон «Леопард-2» подоспеть. Но войны не выигрывают только танками. Очень много зависит еще от артиллерии, от снарядов к ним. И в России их было очень много. Сначала полномасштабного наступения они просто закидывали позиции наших военных, закидывали снарядами. Со временем, зимой, если я не ошибаюсь, с этим стало чуть сложнее. Институт изучения войны постоянно писал о том, что Россия начинает испытывать снарядный голод. Как считаете вы, есть ли снарядный голод в России? Да, безусловно. И тут даже не в зиме дело. Как такое-то поступательно стало происходить. И себя проявило только лишь... Скажем так, эта ситуация постепенно ухудшалась. О ней говорилось неоднократно. Но только лишь после того, как тащили вагнеровцы ныть, что им не хватает боеприпаса. После этого об этом стали говорить более широко. А между тем, в март-апрель 2022 года россияне позволяли себе делать по 70-80 тысяч выстрелов в сутки. А в ноябре-декабре это количество уже было 20 тысяч. Но оно же не резко так случилось. Оно же сокращалось в течение всего года. На протяжении лета Россия развернула вывоз боеприпасов, снарядов с территории Беларуси. Уже тогда она понимала, к чему движется, к какой проблеме. И с территории Беларуси вывозили не только снаряды, но и саму артиллерию, гаубицы, САУ. И еще и немного танков. Около сотни Т-72. И в уже январь, февраль, начало марта 2023-го средний показатель их настрела составлял 15 тысяч выстрелов в сутки. То есть сокращение продолжается. Поэтому снарядный голод это факт. И если россияне не найдут источник снаряда, не будет третью страну, например, то примерно в мае, в начале июня их количество выстрелов в сутки может сократиться до менее 10 тысяч. А в середине лета или концу лета они выйдут исключительно на внутреннее самообеспечение, которое составляет, согласно их производству, год, они могут в год производить до полутора миллионов выстрелов. То есть в сутки это где-то в среднем 4 тысячи выстрелов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин